Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия вторника. Наши традиционные встречи, когда мы обсуждаем рынки, смотрим на них с разных сторон, подсказываем, друзья, тем, кто следит за нашим совместным контентом, что можно использовать, как можно и стоит действовать здесь и сейчас. Сегодня такая очень символичная встреча, потому что прямо перед выходом данных по инфляции, я думаю, что все прекрасно понимают, насколько отчет по инфляции в США очень важен для рынка, потому что это, в конечном счете, разговоры о будущей политике Федрезерва, потому что американский регулятор некоторое время назад и заварил эту кашу с жесткой монетарной политикой, пытаясь противостоять бороться с высокими потребительских цен. Сегодня у нас октябрьские цифры, мы их увидим, практически, если вспомнить показатели сентября и августа, то там была, по сути, стагнация инфляции на отметке 3,7%. Поэтому сегодняшний показатель будет уже таким решающим моментом, либо американскому регулятору удалось добиться эффекта все же дальнейшего последовательного снижения инфляционного давления, либо пока инфляция так и осталась на повышенных уровнях, и Федрезеру необходимо делать что-то еще. Или ему потребуется сделать что-то еще, задействовать дополнительные инструменты, чтобы обеспечить уже снижение инфляции в последующие периоды. Ты вообще каких настроений придерживаешься, Виталий? Что ты ожидаешь от октябрьской инфляции? Будут ли там какие-то сюрпризы? Либо твоя точка зрения совпадает, например, с прогнозом, что индекс потребительских цен может скорректироваться с 3,7% до 3,3%. Ну, в принципе, солидно. Что думаешь? Всем приветствую еще раз по поводу инфляции. Ну, в принципе, она уже и так заложена достаточно сильное снижение. Возможно, это будет связано с тем, что у нас цены за последний месяц на нефть и на газ, они показывали снижение. И, возможно, в этих данных будет снижение. А вот вопрос, как будет у нас базовая инфляция, потому что она без изменения пока. Вот если она покажет ниже ожиданий аналитиков, я не помню, 4,1 или сколько-то. 4,1, да? Да. Вот тогда будет как-то такая более сильная реакция на рынках. Абсолютно согласен. Да, я пока настроен на снижение доллара. Я вот на этой неделе начал работать с этим по евро, по фунту. Посмотрим, посмотрим, поломают ли картинку сегодня или пойдет по плану. Возможно, будут какие-то и сюрпризы по поводу, что не будет такого сильного снижения, но и будут какие-то волатильный рынок задерг против моих позиций, то есть евро немножко просядет. Но я думаю, что пока это коррекция, да? И все-таки евро дальше будет расти. Посмотрим. Да, абсолютно согласен с тем, что базовая инфляция – это прям основной ориентир для американского регулятора, потому что базовая инфляция позволяет оценить так системное инфляционное давление без продовольственных товаров и цен на энергоносители. Это как бы, как говорят сами представители ФРС, чистая инфляция. Да, вот по ожиданиям, если основной индекс потребительских цен может скорректироваться, то базовая инфляция, судя по всему, скорее всего, останется на прежнем уровне 4,1%. И если это так, то да, скорее всего, американский регулятор при любой удобной возможности в будущие периоды, например, на пресс-конференциях, будет снова продолжать транслировать идею того, что еще снижения инфляции недостаточно, поэтому в текущих условиях ФРС не может дать сигнал о том, что он намерен через какой-то период времени снизить ключевую процентную ставку. Но я думаю, что все мы, люди взрослые, прекрасно понимаем, что так быстро ФРС не пойдет на смягчение экономической политики, и какой-то продолжительный период времени мы будем работать с высокой процентной ставкой. Ну, там, на текущем уровне как минимум 5,5%. Поэтому, да, сегодня день очень важный, отчет очень важный, точно будет всплеск волатильности. В итоге, какое бы направление ни выбрал рынок, я думаю, что это не будет прям однозначное движение в одном направлении. Будут серьезные качели, и заранее мы с Виталием вам снова подсвечиваем и прямо предостерегаем от каких-то агрессивных ставок. Обязательно контролируйте риски, следите за оплечами, загрузкой депозитов. Это прям принципиальный момент и важная вещь, как и всегда. Ну что, давай тогда непосредственно к идеям. Сегодня на что хотелось бы обратить внимание. Ну, давай пробежимся сначала по индексу доллара. 105,50 текущей котировки. По сути, мы находимся в нижней границе довольно продолжительного коридора, которым инструменты рвуются с конца сентября. И сегодня момент истины. Либо доллар прибивает, собственно, этот уровень поддержки, где-то в районе 105,40 и уходит ниже. Либо покупатели окончательно перехватывают инициативу и уже тащат индекс доллара вверх. Ну, чтобы сохранить интерес к нашим прогнозам с Виталием, я буду придерживаться своей прежней точки зрения. И считаю, что индекс доллара с большой долей вероятности сможет, ну, как минимум удержаться на текущих позициях. Но оптимист во мне допускает, что мы увидим сегодня довольно интересную восходящую динамику, потому что я думаю, что могут быть сюрпризы от общего показателя индекса потребительских цен. И эти сюрпризы как раз и конвертируются в достаточную поддержку для американского доллара. Так, что еще стоит отметить? Ну, думаю, что обсуждать доллар сейчас в преддверии данных по инфляции дальше уже не имеет смысла. Мы лучше вернемся с тобой в следующий вторник к тому, что произойдет с этим активом. Мы уже будем почти по горячим следам говорить, что у нас есть на руках в плане водных, как будет действовать ФРС дальше, потому что для этого уже будет почва фундаментальная. Какие инструменты, мне кажется, сегодня будут очень интересными? Я думаю, что это будет золото. Котировки 1945 долларов за тройскую унцию. Мы видим, что с начала недели золото предприняло попытку роста. Начал меняться личный сантимент. Вот текущая расстановка сил. Одну секундочку. Это 60-40. Я бы рекомендовал дождаться перекоса 70-30 и уже принимать решение о том, что делать с золотом дальше. Сейчас в меньшинство 40% трейдеров находится в покупках. Если это меньшинство сократится до 30% от общей массы трейдеров, которые сейчас торгуют золотом, то тогда стоит открывать длинные позиции и ждать возвращения бренда к новым, точнее, золотом, к новым локальным максимумам. Даже без событий, связанных с палестинно-израильским конфликтом. То есть, страничный сантимент рулит, и сегодня я на него возлагаю очень большие надежды. Поэтому, кому интересно золото, прям держите, друзья, руку на пульсе. Следите за тем, что происходит с этим инструментом. Если настроения, опять же, будут на тех уровнях достигнуты, те уровни будут, которые я отметил, то мы можем получить довольно серьезный рывок выше 1950 в районе 1970-1980 за очень короткий промежуток времени. Ну, может быть, даже до нашего с тобой следующего эфира. Так, нефть я держу длинные позиции. Текущие патировки 82-70. Я оптимист в отношении нефтянки. Мы как раз оттолкнулись от нижней границы вот этого бокового коридора, ожидая возвращения бренда выше 85 долларов за баррель. Наконец-таки появился долгожданный позитив. Это прогноз ОПЕК по спросу на нефть на этот год, который был повышен до 2,46 миллионов баррелей в сутки. То есть, он был пересмотрен и улучшен по сравнению с прошлым прогнозом на 20 тысяч баррелей. Ну, вроде как немного, но все равно хоть что-то. Очень многое будет зависеть для нефтянки от завтрашних данных по промышленному производству, роничным продажам Китая. Они выйдут на азиатской сессии. Рекомендую посмотреть на прогнозы. Думаю, что статистика в этот раз не разочарует. Ну, действительно, ожидается, что роничные продажи покажут солидный плюс годового выражения с 5,5 до 7 процентов. Промышленное производство останется на положительной территории роста ожидаемой 4,5% годового выражения. Если не будет никаких сюрпризов, как на прошлой неделе, то тогда китайская статистика сможет поддержать позиции нефтянки и помочь котировкам становиться до 85% и потенциально даже выше. И еще, с учетом того, что у нас есть прям в моменте возможность говорить о актуальных данных по рынку труда Англии, хочу подсветить еще пару фунт-доллар. Текущие котировки 1,22,86. Буквально час назад вышли данные по чуть больше. Рынку труда Англии. Следующая статистика. Уровень безработицы остался на отметке 4,2%. Занятость резко снизилась больше, чем на 200 тысяч, минус 207 тысяч человек. Это, по сути, настолько увеличилось безработица. Два месяца назад показатель снижения был минус 82 тысячи. И есть еще один сигнал, который тоже, на мой взгляд, больше является негативным. Это предпосылки для сохранения инфляции на повышенных уровнях в виде роста зарплат. 7,8%. 7,7% в данном выражении небольшое снижение с прошлого значения 7,8%. Поэтому, на мой взгляд, высокая инфляция в Англии будет оставаться якорем, в принципе, для всей экономики в целом. Я ожидаю рецессию. Прям уверен, что она будет зафиксирована в конце этого года. И так показатели экономического роста оставляют желать лучшего. Еще у нас завтра отчет по инфляции в пятницу роничные продажи, где также ожидают дополнительного статистического давления на фунт. И если прикрутить также еще идею и ожидания моей роста курса доллара, то допускаю, что пара фунт-доллар может завершить эту неделю ниже отметки 1,22. Так, Италий, слово тебе. Италий, слово тебе. Да, есть еще проценты, которые капают. И вот я смотрел данные по Минфину, который выплачивал за октябрь. Там вышло на уровне где-то под 90 миллиардов долларов. Это за октябрь. И если это смотреть на среднюю статистику, то если брать еще до ковида, то это примерно в 4 раза больше. Процентные только проценты выплачивают. И вообще за последний год условно у нас Минфин выплатил почти триллион долларов процентов только. То есть вот здесь откроются проблемы. И по поводу поднятия дальше ставок. ФРС сейчас уже сложнее поднимать дальше ставки, потому что у нее есть проблемы с вот этим ростом долгов. И чем дальше она будет поднимать ставки, тем этот ком будет накатываться и сильно влиять. Поэтому этот момент нужно отслеживать. Так. Ну давайте пройдемся по рынку. Что интересного здесь будет. Видно график? Да. Так. Ну самое интересное, что было на прошлой неделе, такое самое волатильное, это рынок криптовалют по сравнению с другим рынком. Напомню, что по биткоину, по другим инструментам, криптоактивам я советовал покупки. Особенно вот на нашей последней битве аналитиков я советовал покупать здесь биткоин. Мы торговались в районе 35 тысяч и мы с данного уровня сделали 38 тысяч на почти 10% по данному инструменту. Я на своем ютуб канале еще после вторника прошлого тоже записывал там несколько обзоров. Вот конкретно там делал акцент на том, чтобы такая идея номер один была на прошлой неделе. Это покупка биткоина, там особенно эфира, там очень красивый эфир тоже закрывался выше 1860 долларов. Тоже показал такой феерический рост. На текущий момент я думаю, что мы сделали такой хороший рост по крипте. У нас еще предстоит еще один рост. Но вопрос будет ли он с текущей или после какой-то коррекции. Так как по биткоину условно у нас было 38 тысяч, я жду еще 40 плюс тысяч. У нас есть куда расти. Только вопрос закончилась ли вот эта маленькая коррекция или она затянется. Я еще пару дней буду смотреть, чтобы понять, что мы дальше будем рисовать. Так как видно, что игроки начали фиксировать вот этот профит по криптовалютам. И там пошли на коррекцию некоторые монеты. Связан этот рост с тем, что SEC одобряет в процессе одобрения ETF фондов на биткоин, на эфир. Но, как многие аналитики считают, это до поры времени на ожиданиях мы растем. А когда уже по факту это все попринимается, рынок крипты ждет сильное падение. В принципе, вот это биткоин в район 40 плюс-минус. Дальше я жду снижения. Возможно, это будет связано с фондовым индексом США. Вот этот рынок пока не идет по моему плану. Я ждал, ну, я жду снижения среднесрочные. Пока мы не идем, показываем новые локальные максимумы. Уже даже протестировали в пятницу локальный максимум прошлого месяца, октября, в районе 4,430. Я еще вижу, как вариант, возможен ложный вынос данного уровня. Плюс-минус в район 4,450. Плюс-минус в район вот этой трендовой. И дальше уже буду смотреть. Если здесь нарисуется хороший шорт, там будет какое-то медвежье поглощение или хороший импульс вниз. Я дальше буду снова входить в шорты, так как сейчас видно, что цену достаточно активно откупают. Если учитывать даже вот эти показатели, которые вышли на прошлой неделе, и настроение потребителей от Мичиганского университета, оно там снижается. То есть показатели очень плохие, но они как бы влияют на то, что ФРС не будет поднимать ставку. Но в общем контексте у нас негатив на рынках. Посмотрим, если здесь не будет каких-то дальнейшего сильного роста, тогда я уже буду, возможно, пересматривать свое видение по данному инструменту. Что интересного по поводу металлов? Я с тобой, в принципе, согласен. У нас сейчас идет коррекция по золоту, так как у нас был такой хороший рост в октябре. И, конечно, после каждого роста должна быть коррекция. Видимо, она такая глубокая, уже практически под 50%. Закончилась ли она под вопросом, но на этих уровнях стоит подбирать золото с текущих, плюс-минус, когда оно будет еще немножко снижаться. Где-то в район 1900, там, я думаю, возможно, будет предел. И, как ты отметил, вот это очень хороший показатель, сантимент рынка, когда уже все будут, там большинство, так скажем, будут шортить золото. Если оно будет давать подтверждение, можно будет хорошенько добавляться с новым каким-то ростом на 2000 долларов. Конечно, нужно соблюдать риски, так как у нас, возможно, все. Вот этот рост, который был у нас в октябре, это был не импульс, а какая-то коррекционная волна. И мы дальше будем хорошенько падать. Но пока я настроен на лонги, будем смотреть. В двух словах по поводу нефти. И аналогично на прошлой неделе я откупал вот эти минимумы. Там сильных сигналов не было на часовиках. Там какие-то дивергенции нашел, какие-то локальные импульсы. Пока тоже настроен на лонг. Поэтому вот с этих уровней, плюс-минус, если мы даже дальше будем снижаться, я вот эту область, я буду откупать нефть со среднесроком. Да, с надеждой на какой-то форс-мажор на рынке. Там, напомню, Россия и Саудиты, у них в планах до конца года снизить добычу. И есть еще слухи, что, возможно, еще на первый квартал следующего года будет продлено ну, вот это снижение по добыче. Поэтому вот у нас, возможно, такой эффект будет более сильный. Конечно, я не жду здесь, возможно, какого-то сразу роста. Проболтаемся очень долго. Нефть любит такие моменты. Ну и по поводу доллара. Евро-доллар. Я начал откупать еще на прошлой неделе. Вот мы с тобой общались. После того импульса, который у нас был в начале ноября, я ждал коррекцию по данному инструменту. Она, я думаю, как вариант, возможно, уже закончилась. И я начал на этом уровне 0,660 с копейками откупать. Потихонечку мы показываем локальный рост. Нету какого-то сильного. Возможно, он будет уже сегодня, завтра. Поэтому пока евро выше 1,0660, я за покупки с целью 1,0750 и район 1,08-1,09. Будет ли это с текущих или мы еще кинем какую-то шпильку вниз, время покажет. Обязательно соблюдайте риски, потому что тренд у нас все-таки по евро такой среднесрочный, условно, за последние несколько месяцев нисходящий. И мы можем вот эту конструкцию, которую я вижу в лонг, можем легко поломать. И начнется там новый виток снижения евро. Пока я за рост. Если будет ситуация меняться, буду сообщать. Так, у меня пока все. Понял. Спасибо тебе за рекомендации. Следим. Сегодняшний отчет по инфляции еще раз. Это прям ориентир для, или, скажем так, источника повышенной волатильности и ориентир для Федрезерва принятия уже решением по ключевой процентной ставке. Ну и, конечно же, ориентир для доллара, потому что от риторики ФРС уже будет зависеть то, что произойдет с долларом. Как минимум, сегодня точно движения будут превосходить показатели средней значения волатильности в последних торговых сессиях. И, как я уже отметил, это очень важно в таких условиях соблюдать риск-менеджмент. Это прям принципиальнейшая вещь, друзья. Ну что, Виталий, тогда пристегиваем ремни, готовимся к серьезным движениям. Тебе хорошо отработать эту неделю, учитывая насыщенный экономический календарь и хороших выходных. И обсудим все снова в вторник. Пока. Пока. Удачи. Удачи.